Международный дискуссионный клуб «Валдай» провел онлайн-презентацию под названием «Не забудем, но простим образ войны в культуре и исторической памяти». Спикеры подчеркнули и роль Азербайджана в великой победе над фашизмом. Отвечая на вопрос телеканала CBC, специальный представитель президента Российской Федерации Михаил Швыдкой отметил, что Азербайджан внес огромный вклад в борьбу с фашизмом. Азербайджанская нефть была такой чистоты, что она с очень маленькими добавками сразу могла быть использована для танков, самолетов и так далее, грузовиков. И не случайно шла война за нефтяной прийски, она была огромная. Гитлер очень хотел завоевать Азербайджан. Но кроме того, как там было огромное количество взводов, где-то трудились с Азербайджанами, вообще все люди, которые жили тогда в Азербайджане, там делали патроны в Баку, насколько я знаю, в Баку и вообще в Азербайджане. И они давали огромное количество именно этого необходимейшего армии снаряжения. Швыдкой напомнил, во время Великой Отечественной войны на фронт ушли почти 700 тысяч азербайджанцев. Азербайджан подарил сотни героев, и память о них бережно чтят по сей день, подчеркнул спикер конференции. Участники дискуссии также затронули вопрос борьбы с героизацией фашизма и фашистских преступников в некоторых странах. Те, кто пытаются героизировать нацизм, просто мерзавцы, с моей точки зрения. Я не боюсь судебных исков, потому что надо просто назвать вещи своими именами. Нацизм – это великое зло, которое принесло человечеству историю 20 века. В последнее время мир все чаще сталкивается с попытками героизации фашизма. Так, в Армении возвеличивают в героя нацистского приспешника Горегина Нжде. В центре Еревана ему установили памятник. Нжде в начале Второй мировой войны сотрудничал с властями гитлеровской Германии и неоднократно выступал с пропагандистскими речами перед военнопленными армянами, призывая их к вооруженной борьбе против СССР. Азербайджан неоднократно выступал против героизации фашизма. Шамистал Мамедов, Анастасия Лаврина, CBC.